Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Да, это программа «Особое мнение» 13.06 на часах. И я приветствую гостя «Особого мнения» Роман Титов, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта. Роман, добрый день. Добрый день. Давно не слышались. Много накопилось. Поговорим. Много накопилось. Хорошо. Ну да, тут событий очень много было. Да, и новый глава города, и мы ждём нового главу администрации примерно через месяц. Да, с небольшим, она уже не свидетельствует. Пленарное заседание было на прошлой неделе областного нашего парламента. Ну, сейчас обо всём по порядку, конечно же, поговорим. Напомню слушателям о том, что на сайте хакирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, вы можете задать вопрос Роману. Есть вопрос. Давайте сразу вот уже, да, перейдём к нему. Ну, дольщик новая Сергеева, так подписался человек. Роман, спасибо за инициативу. Как оцениваете наши шансы на достройку? Ну, речь идёт о чём? Речь идёт о том, что Роман Альбертович подготовил законопроект, который позволит ускорить процесс достройки проблемных объектов, находящихся в высокой стадии готовности. Это, я читаю, новость с сайта областного парламента. Давайте поподробнее расскажем, о чём идёт речь. Ну, посмотрите, темой дольщиков я занимаюсь достаточно давно, наверное, два с половиной, три года точно. И погрузился сейчас в неё немножко там с новой стороны. Участвую, то есть, во-первых, курирую эту тему в законодательном собрании, участвую в рабочих группах совместных справедельств, области, муниципалитетам. И, собственно говоря, инициатива эта, она родилась от земли, от сахи, что называется. Вот напомню, прошлой зимой законодательное собрание уже приняло два базовых закона, которые позволяют решать проблемы обманутых дольщиков. Это 41-й закон области и 51-й закон области. 41-й закон предусматривает меры поддержки по достраиванию, скажем так, объектов. 51-й закон, он говорит о мерах поддержки тех компаний, которые берутся за решение проблем обманутых дольщиков. То есть им в соответствии с федеральными нормативными актами предоставляется возможность получить без торгов в качестве компенсационной меры за те затраты, которые они понесут, участок для строительства объектов социальной инфраструктуры. Но то, что написано на бумаге, не всегда начинает правильно и верно работать в жизни. Вот мы столкнулись с тем, что меры, которые были предложены правительством области прошлой зимой, которые легли в основу запринятых законов, они не решают полностью проблемы домов с высокой степенью готовности. Напомню. Высокая степень готовности? Это от 70% и выше. 70%? Да. То есть смотрите, в чем проблема. Вот существующие и уже прописанные в законе меры поддержки заключались в чем? То есть, к примеру, есть дом, в котором часть квартир по договорам, это квартира обманутых дольщиков, скажем так. Дом недостроен. Существует возможность инвестору зайти на этот объект, достроить его за свой счет, получить, ну, мы же о бизнесе разговариваем, некую прибыль с продажи оставшихся непроданных квартир, которые он будет достраивать в этом доме, и получить меру поддержки со стороны правительства области. Но вот сама законодательная инициатива родилась на конкретном примере. Это дом компании «Автоспецгарант». Напомню, у них было три объекта проблемных. На Холновской 5 дом введен был с большими трудностями, но введен в эксплуатацию, осталось там еще два. Вот дом на Аджиникидзе в Нововятском районе, с дольщиками которого я встречался первый раз, по-моему, полтора года назад, он построен на 80%, все квартиры доедины в нем проданы, и существующие меры поддержки, то есть ни одной компании не будет интересно зайти на этот объект и его достраивать. Ничего не получить уже, да? Да. Все продано. И поэтому, но достраивать его надо. Собственно говоря, компания, которая начинала его строительство, денег нет. Правоохранительные органы занимаются исследованием по строительству, куда эти деньги делись, но мы понимаем, они быстро и из ниоткуда не возьмутся сейчас. Надо дом достраивать. И своей инициативой я предлагаю механизм решения. То есть компания заходит на объект, согласует на конкурсной основе, конечно, мы даем это право правительству в Кировской области конкурсную процедуру провести, отобрать компанию, которая предложит наиболее выгодные и для дольщиков, и для области условия. Согласуются все сметы на дострой этого дома, дом доводится, сдается, дольщики заселяются, и только после этого правительство предоставляет ту самую меру социальной поддержки. На стоимость проведенных работ предоставляет земельный участок, правительство области рекомендует, что на этом участке строить. Ну, это школа, детский сад, иной социальный объект, не то, что просто захочет этот самый застройщик делать, и тем самым проблема будет решаться. Что касается Нового Сергеева, там ситуация еще сложнее, чем в Нововятске, на других объектах. Почему? Потому что есть большие вопросы к, скажем так, к изысканиям, которые проводились застройщикам на этапе планирования и проектирования этого микрорайона. Напомню, там в районе Красного Химика есть целая система гидротехнических сооружений, зона затопляемая. Паводком. Паводком, да. Гидротехнические сооружения призваны обезопасить эту зону от паводка. Они находятся в разном ведении. Часть из них бесхозная, часть находится в ведении водоканала, часть РЖД, там железнодорожная ветка идет. Неисправность этих гидротехнических сооружений уже привели к тому, что в прошлом году Красный Химик затопило. Кстати, затопило и Новое Сергеево в прошлом году во время сильного половодия. Я помню эти кадры, да, они в интернете были там широко. И вот сейчас один из вопросов, который, наверное, самый системный для Нового Сергеева, конечно, его можно будет достроить, жилой комплекс, когда поправка моя в действующие законы будет принята. Вопрос надо смотреть, в полной ли мере требования гидрогеологических изысканий были предусмотрены и исследованы компанией, которая эту застройку инициировала. То есть, реально, можно ли этот объект полноценно ввести и эксплуатировать. То есть, здесь эксперты и специалисты смотрят и должны свои выводы сделать. Ну, я надеюсь, все же на положительное решение. И тогда мы понимаем, что у компании, которая строила этот объект техкомсервис, денег тоже нет. Она фактически... Часть ведь домов там сдана. Тем не менее. То есть, мы говорим о комплексе в целом. У компании нет денег, руководитель, по-моему, с инсультом или инфарктом вне дел, собственно говоря. И тот механизм, который я предлагаю, он может помочь решить эту проблему. Надо решить, действительно ли можно ли этот комплекс развивать и как его довести до нормативного состояния. Потому что сдать его и после этого каждый год принимать жалобы от жильцов, ну, тоже вот не вариант. В конце концов, вот возможности ранее принятых законов, то есть 41-51, они позволяют решить проблему этих дольщиков. Даже в случае критического сценария, что мы понимаем, что изыскания были неверные, они были, ну, или с умыслом, или без умысла, скажем так, подтасованы вдруг. То существует всегда возможность предоставить этим людям, бедным, там, обездоленным фактически, многие же ипотеку взяли под это, предоставить жилье по 41-51 закону в других частях города. Но для этого надо вот пройти этот первый этап, понять, были ли ошибки на этапе инженерно-проектированной. Если их не было, тогда комплекс должен быть достроен в полной мере. А если были? А если были, тогда будем идти по логике, вот которую я уже говорил, по выкупу помещений, предоставлении в иных местах. Но я все же надеюсь на благоприятный сценарий. По-моему, на этой неделе я собирался контрольно встретиться с министром строительства ЖКХ и эту ситуацию уточнить. Полторы недели назад была встреча как раз дольщиков с министерством, и там многие вопросы, которые раньше не решались, потому что не было диалога, они ну, хотя бы люди... С мертвой точки? Да, сторону услышали друг друга. Сдвинулась. Зак инициатива, она дальше как будет прорабатываться? Ну, смотрите, почему не в двух чтениях сразу? Хотелось бы, конечно, для того, чтобы уже с момента публикации мы по этой схеме начали действовать, но возникли вопросы рабочие со стороны надзорных органов по особенностям проведения конкурса. То есть, раз мы говорим, что правительство вправе этот конкурс провести, надо четко понимать, что конкурс будет открытым, прозрачным, публичным. Как эти вещи отрегулировать, законом или подзаконным актом? Ну, насколько я знаю, уже в конце прошлой недели в областной прокуратуре некое мнение было сформировано на этот счет. Сегодня я попросил наших специалистов связаться со специалистами прокуратуры для того, чтобы внести поправки в этот законопроект, и чтобы в октябре он уже был принят и с ноября фактически начал действовать, чтобы, не дожидаясь зимы, мы смогли решать проблему вот этих зависших объектов. Подобные законы есть в других регионах? Ну, насколько я знаю... Пробел такой существует. Да, существует пробел, и мы здесь идем. Ну, вот те проблемы, которые у нас есть, мы заворачиваем вот в обертку законы и стараемся их решать. То есть это наша инициатива. Вот. А с 1 января следующего года вступят в силу большие очень изменения в ряд законов, которые регулирует долевое строительство. Будет создан и специальный фонд страховой, государственный, причем в форме некоммерческой организации, учредителем которой, ну, то есть контролировать которой будет государство, который будет заниматься в будущем достройкой там объектов, если таковые возникнут. Будет очень жесткий контроль за расходами средств дольщиков. Новый принцип будет установлен одна компания, одно разрешение на строительство. Ну, вот пример автоспецгаранта. Компания одна, они начали строить один дом, деньги куда-то потратили, начали строить второй дом, собрали с него деньги, направили на первый, начали строить третий, направили на первый и второй. Ну, и в итоге схема развалилась. То есть пирамида своеобразная. И федеральные законодатели уже в июле приняли необходимый пакет документов, чтобы эту схему исключить напрочь. Она самая типичная, когда компании либо не рассчитывают свои силы, либо попадают в, ну, такие экономически непростые ситуации, реалии, и их бизнес рушится. Страдают дольщики. То есть сейчас сделано все для того, чтобы минимизировать даже, ну, во-первых, там очень жесткий контроль будет за расходованием средств дольщиков. Страховой фонд, который позволит проблемные объекты доводить. То есть будем надеяться, что с 1 января новых у нас обманутых дольщиков не будет. А те дома, те объекты, которые уже есть, ну, по ним вроде бы все необходимые решения будут приняты после принятия вот этой поправки. Когда поправка будет принята, кстати, как это отразится на застройщиках? В финансовом плане это никакой финансовой нагрузки не предусмотрено. Понятно. Они будут думать, ну, там, дом все равно будет застроен. Не знаю, не расслабит ли их или это как-то? Нет, точно не расслабит. И поверьте, там, сладкого мало в том, когда ты строишь объект и попадаешь в ситуацию, а после этого объект доставит другая компания и получает еще и там некий земельный участок, на котором будет строиться школа, которая будет выкупаться. То есть в итоге, получается, бизнес ты делаешь не ты. Ну, уверен, что это их не расслабит. Хорошо. Сейчас у нас будет небольшая пауза. Я напомню, что это особое мнение Романа Титова, вице-спикера законодательного собрания нашего региона, сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта. Мы продолжим через полминуты. Продолжаем наш разговор. На прошлой неделе на пленарном заседании ВЗС были утверждены депутатами новые члены областного правительства. Без особых нареканий, да? Там один, по-моему, насколько я знаю, голосовал против из депутатов. Ну, можно сказать, что практически единогласно были утверждены. Ну, если читать на сайте КПРФ, то вся фракция выступила против, но почему-то вот результаты этого голосования не очень видны в самих результатах голосования. То есть вот что-то я не вижу, что там вся фракция была против. Ваша оценка кандидатур, пришедших на работу, можно персонально высказаться? Разделим на две части. Есть люди, с которыми у меня уже сложились хорошие рабочие отношения, за которых я точно готов поручиться, что эти люди работают. Это Илья Шульгин, который курьер ЖКХ и строительства. Ну, действительно, новый подход там во многих вещах. И Илья Вячеславович слышит. Недавно мы проводили в новом формате заседание лицензионной комиссии, к примеру, по выдаче лицензии управляющим компаниям. Да, раньше это как было? Он длился пять минут. Управляющим компаниям лицензии выдавали почти всегда, с минимумом обсуждением. В этот раз мы подготовились и синхронно как-то нашли друг друга в этой ситуации, задавали нелицеприятные вопросы. То есть когда компания подает на лицензию, а уже есть в этом поселке аналогичная компания, с аналогичным названием, с аналогичным юрадресом, с теми же учредителями, возникает вопрос, зачем? То есть кого кинуть хотите? И заседание у нас... Так и спрашивали? Ну, фактически, да. Заседание шло два часа. В итоге там по части организации лицензии эти выдали, потому что вопросы были сняты. А по одной организации были инициированы проверки, в том числе правоохранительных органов. То есть мы подготовились. И здесь слышим друг друга. И та же ситуация с обманутыми дольщиками. Мы работаем постоянно. Максим Кочетков тоже, скажем, очень грамотный, профессиональный человек. Мы с ним работаем по проблематике твердых бытовых отходов в части надзора экологического по лесной тематике. И совместно с ним и с его подчиненными работаем по теме, которая сегодня будет обсуждаться в общественной палате, по созданию зеленого щита города Кирова. То есть здесь никаких вопросов не было. Дмитрий Курдюмов. Тоже с моей личной точки зрения мы с ним в плотном контакте. Хоть это не моя сфера регулирования в ЗАГС-собрании, но я вижу, как лицо здравоохранения меняется. Я общаюсь и с Дмитрием Санычем, и с бывшим сопредседателем региональной линии УНФ, а ныне министром здравоохранения Андреем Черняевым, который наконец-то сумел получить возможность по реализации тех вещей, о которых он долго говорил, работая в Народном фронте. То есть здесь никаких вопросов нет. Вроде никого не забыл из действующей команды уже. Насколько я. Алексей Алексеевич Котличков. Алексей Алексеевич Котличков. Никуда не пропал. Он тут же. И никуда пропасть не должен. Не случайно человек работает так долго, и смены, к сожалению, может быть, там, все равно надо думать на перспективу. У нас сейчас и на федеральном уровне, скажем, такие серьезные ротации идут и готовят сменщиков с поста замминистра на губернаторов, людей отправляют. Надо, надо готовить все равно смену на будущее, на будущую перспективу в сельском хозяйстве. Ну, Алексей Алексеевич профессионал, конечно, который знает. Мне кажется, не только там каждый колхоз, но и чуть не всех сотрудников, которые в этой сфере сельского хозяйства работают. По новым людям. Которые уже успели получить свою долю критики от тех же коммунистов, как известно. Это классный механизм критики. То есть ты берешь, собираешь со сливных бачков всяких, собираешь информацию, опубликовываешь ее на своем сайте, а после этого ссылаешься на эту информацию, как вот на источник там, вот в СМИ опубликован. Андрей Политко, Алексей Куробов. По биографиям люди достойные. Экс-сотрудники правоохранительных органов с серьезной федеральной биографией. Мне кажется, что эти люди, ну, дадим им возможность поработать и показать себя, но по первости, во-первых, видно, что это люди, которым губернатор доверяет. И, наверное, это подход правильный. Каждый из нас, формируя команду, обязательно вводил бы в нее тех людей, с которыми он уже работал, на которых он может положиться. Тем более сферы непростые. То есть Коробов, ему поставлена задача перезагрузить деятельность московского представительства Кировской области из формального органа, который занимается передачей... Который был ликвидирован пару лет назад, получается? Нет, он не был ликвидирован. Просто роль этого органа была мизерная. То есть это передача документации. Но деньги на это тратились. Ну, конечно. Фактически поставлена задача создать единое инвестиционное окно для инвесторов, которые заходят в Кировскую область. Проблема есть. Приезжают и к нам приезжают пары люди, которые говорят, я хочу то-то, то-то. А куда мне идти? Будет хорошо, если это представительство будет работать в качестве полноценного представительства Кировской области. Плитко, кандидат политических наук, поэтому тот факт, что он будет курировать кадры, которые он курировал в Росреестре, и будет курировать внутреннюю политику, как написано в СМИ. Уровень хороший, скажем так. Будем выстраивать конструктивные отношения. Лично вы уже успели встретиться? Поговорить не успели, пообщаться не успели, познакомиться успели. Первый заместитель Чурин Александр. Я с ним знаком с 2000-х годов, когда я еще работал журналистом, а он занимался проблематикой банкротства в областной, налоговой, а я работал в бизнес-журнале на тот момент. И однажды вы встретились на общей теме. Мы с ним, честно говоря, после этого не общались практически. Ну, хотя бы человек знаком. Человек, который сумел поднять с колен проблемное предприятие. Сейчас вроде бы идет речь о втором. Предприятие о заводе 1 мая. Посмотрим. Переход из бизнеса в политику всегда сложен. Он и внутренне сложен, но уверен, что энергии у Чурина хватит для того, чтобы задачи, которые стоят перед областью реализовать. Ну и два министра. Это министр финансов. Сурженко. Да, Сурженко. Это министр госимущества. Он уже работал в Кировской области на бывшем Вятском губернанском доме. Бойкий, надо сказать. Он сумел... 28 лет. Он сумел, скажем так, выражать современным языком патроли Сергея Павлиныча, который задавал ему такие резкие вопросы. И выглядел убедительно, скажем так. Ну а по министру финансов вопросов нет. Мы с этим человеком, опять же, плотно работаем. Можно сказать, что из команды Елены Васильевны, да? Фактически, да. Фактически, да. Поэтому ожидания, конечно, большие. Но вот с этого этапа, то есть до этого был год временно исполняющих обязанностей. Сейчас мы утвердили эти кандидатуры. Сейчас мы свой подход тоже ужесточим. Будем больше требовать, будем чаще заслушивать на наших комитетах, на рабочих группах. Ну, будем работать конструктивно, конечно. Без всякой политики там, извините, область колен поднимать надо, а не лозунгами. Люди, не вошедшие в правительство? Куземская, Бикетов, Мищенко. Ну, с Бикетом Владимиром Андреевичем мы обнялись, сказали друг другу добрые слова. Работать с ним было... Ну, мне было легко достаточно. Там ряд ситуаций мы совместно решали. И человек достойный. Надеюсь, что он найдет свое место в жизни так же, как и остальные члены команды. Вот, Мищенко... Знаете, там я общался с промышленниками, общался с предпринимателями, которые там решали вопрос Мищенко. Человек отвечал за свои слова. Насколько мне известно, та информация о причинах отставок, которая опубликована на ряде кировских сайтов, она достоверности не имеет. То есть, у всех разные причины отъезда из Кировской области, но причины эти там, несомненно, все уважительны. Уважительны. Хорошо. До рекламы, я думаю, мы еще успеем затронуть тему появления нового зампреда. Третьего. Им стал Владимир Костин, руководитель фракции ЛДПР, ВОЗС и координатор регионального отделения ЛДПР. Собственно, либерал-демократы и подняли этот вопрос о том, чтобы... Ну, давайте скажем так. Костин стал зампредом со второго захода, поскольку в прошлом году, год назад, когда... Да. То есть, было предложено на ЗАГС собрание три кандидатуры. Это я, Герман Анатольевич Гончаров и Владимир Александрович Костин. Костин на тот момент у нас был зафиксирован, что две ставки. Это с предыдущего созыва осталась норма. В прошлом созыве четыре ставки еще было. А потом откорректировали, да. Потом уменьшили. Было четыре. В прошлом году было принято решение о двух зампредах, но сейчас, вы знаете, определенные идут изменения и на федеральном уровне политические. 14 сентября был недвусмысленный месседж со стороны высшего руководства Единой России, со стороны Неверова, о том, что необходимо обеспечить представительство политических партий в субъектах и в муниципальных образованиях. В связи с этим, собственно говоря, одной из ставок зампреда городской думы получил Александр Востриков, СССР, представитель как сегодня говорят, молочной фракции, потому что она шире, чем просто фракция СССР. А по ЗАГС-собранию было принято решение поддержать инициативу фракции ЛДПР о выдвижении Костина. Не обошлось без сюрпризов. Я думаю, тем, кто смотрел в трансляции. А выбирали Веселова, Веселова, Костин? Нет, не Веселова. В ходе пленарного заседания в зале началось движение такое брауновское определенное. Вначале вышли из зала представители, руководство фракции КПРФ. Затем начали выходить часть членов фракции ЛДПР на какие-то сепаратные переговоры. С тригуна очень хорошо все видно. И затем, ко всеобщему сюрпризу, фракция КПРФ принесла документ, подписанный всеми членами фракции во движении зампреды Ольги Сыкчиной, членов фракции ЛДПР. ЛДПР, да. То есть, посмотрели, думаем, интересно. Не ошиблись? Не ошиблись вроде бы, да. Там коммунисты выдвигают представителей либерал-демократов, которые, честно говоря, и уж давайте об этом говорить, ну, с коммунистами-то не в ладах. Бах и лидер либерал-демократов постоянно критикуют деятельность Компартии, Зюганова, там, прочее, прочее. Владимир Голюфович и Геннадий Андреевич, да, они. Да, у них не разлей вода дружба, да. И вдруг, бах, коммунисты предлагают членов фракции ЛДПР. То есть, было мнение, что это, ну, какой-то проброс, и сейчас будет самоотвод. Самоотвода не было. Ну, итог голосования мы знаем. Костин получил большинство голосов, Сыкчина получил меньшинство голосов. Но сам факт показывает, что, видимо, в фракции ЛДПР нет единства. То есть, не все согласны, возможно, с выдвижением Костина, и вот это недовольство вызвало, ну, определенные такие публичные формы выражения. К чему это приведет? Ну, я не люблю эту фразу, но скажу все же, давайте посмотрим. Потому что не погружен внутри фракционные, внутри партийные дела либерал-демократов, ну, отметил для себя вот тот факт, что что-то пошло не так. И монолитности не было. Ну, мы приняли решение фракции «Единая Россия» о поддержке инициативы, о поддержке Костина. Мы это решение реализовали. То есть, никто не отошел в сторону и не вильнул там, хотя с Сыкчиной у многих хорошие отношения, но она человек тоже грамотный. Вопрос закрыт, тема закрыта или еще будет подниматься об одном заместителе? Нет. Нет? Все уже? Все. Мы на этом останавливаемся. Вот. Поэтому та инициатива, которая была летом о выделении ставок заместителей-председателей комитетов оппозиционным фракциям, думаю, что она будет либо... Там два пути есть. Либо она будет отозвана субъектом инициативы фракции ЕЛПР, которая там внесла. Либо она будет рассмотрена и отклонена, поскольку там вопрос решен. И дальше двигаемся уже там с этими тремя зампредами. Думаю, что это неплохое решение на самом деле. Во-первых, критиковавший много деятельность Единой России и законодательного собрания, называвший нас казармой, Владимир Александрович выразил желание в этой казарме поработать. Да, Костин выразил желание в этой казарме поработать. Я думаю, сейчас посмотрит изнутри, возможно, мнение свое изменит. Ну и, во всяком случае, сможет показать себя. Надеюсь, что с учетом того, что часто либерал-демократы настаивают на увеличении каких-то расходных обязательств бюджета, надеюсь, что Владимир Александрович будет заниматься и бюджетным процессом тоже и поймет, какая это тяжелая и нелегкая работа. И, опять же, возможно, мнение совет коллектива. Это, может быть, подскажет нам, где мы неправы, будем рады критике. Я напомню, что это особое мнение Романа Титова, вице-спикера Заксобрания Кировской области, сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта. Это еще одну тему, тему зеленого щита, так называемого, мы поднимем уже после рекламы. Особое мнение на 101FM. Особое мнение Романа Титова, вице-спикера Заксобрания Кировской области, сопредседателя регионального штаба УНФ. Мы продолжаем нашу беседу. Сегодня в 5 вечера в библиотеке имени Герцена состоятся, начнутся, вернее, общественные слушания по вопросу создания на территории Кирова, Кирово-Чапецка и Слободского лесопаркового зеленого пояса. Зеленый щит, так называемый. Мы уже говорили на эту тему в нашей студии, в том смысле и в особом мнении. Давайте напомним, к чему мы идем и почему это важно. Смотрите, откуда взялась инициатива? Она была, скажем так, выдвинута в свое время народным фронтом. Первоначально она касалась Москвы и Ближнего Подмосковья. То есть не секрет, что леса массово вырубают под застройку, под инфраструктуру. И возникают серьезные проблемы и с сохранностью этих самых лесов, и с воздухом в Москве и Подмосковье. Поэтому вначале на сайте Российской общественной инициативы разместили петицию о создании этого пояса. Она за месяц набрала 100 тысяч голосов, была рассмотрена открытым правительством под руководством Михаила Абызова и легла в основу изменений в ряд законов Российской Федерации, которые были приняты в прошлом году. В этом году были определенные корректировки проведены. Эта идея была масштабирована на всю Российскую Федерацию. Сейчас создание лесопарковых защитных поясов инициировано, по-моему, в 65 субъектах, а до конца года во всех будет субъектах инициировано. То есть цель какая? Цель, скажем так, заморозить вырубки зеленых насаждений вокруг для начала областных городов, а потом и возле крупных городов, в городской агломерации. У нас в области это Киров, Киров, Чпецк, Слободской, то есть зона трех городов. Вести особый режим использования, особый режим сохранения этих лесных территорий. Ну, к примеру, запрещаются сплошные рубки лесов. Будет запрещено строительство на территории зеленого пояса объектов захоронения отходов, запрещено добыча полезных ископаемых, ну и заключаем тех мест, где их сегодня уже добывают. Запрещено там, точнее не так, введены очень жесткие нормативы по лесовосстановлению, то есть разрешены только санитарные рубки леса с обязательными лесовосстановительными работами в течение года. Задача в том, чтобы ту ситуацию с лесами, которые сейчас есть вокруг Кирова, заморозить и дать возможность городу сохранить свои зеленые легкие. С этой инициативой в общественную палату, как положено законам определенного, обратился Народный фронт. Мы уже провели предварительные консультации со всеми заинтересованными сторонами. На прошлой неделе встречались, и я встречался с городской администрацией. Министерство экологии областное сразу подхватило эту инициативу. Другие надзорные структуры тоже полностью поддерживают. Минэкология уже сделала даже отдельный слой в ГИС-экологии, в областной геоинформационной системе. Я как раз сейчас смотрю на нее. Да, то есть не надо думать, что это прям пояс-пояс такой, там единая лента и опоясывающий город Киров. Это те, скажем так, земельные участки, свободные от установленных законов ограничений. Например, на них не должны располагаться объекты капитального строительства, чтобы мы нечаянно не включили в зеленый пояс либо чей-нибудь будущий коттеджный поселок, либо какой-нибудь объект, который там уже находится. То есть работа весь август велась, просто по каждому участку отслеживали, отсматривали, и сейчас вот эти шероховатости будут устраняться. Сегодня пройдут слушания. Надеюсь на положительный итог. Приехали и федеральные коллеги, которые курируют этот проект в Москве. Есть и были предварительные консультации с общественной палатой. Вроде бы общественники тоже поддерживают эту инициативу. Дальше в течение 40 дней общественная палата должна направить протокол слушания в законодательное собрание Кировской области. Мы уже начали готовиться. То есть пророки изучают нормативную правовую базу и полностью будем готовы принять на стороне законодателя инициативу общественной палаты, народного фронта и реализовать ее. То есть будет принято соответствующее решение законодательным собранием. Дальше будет 180 дней на... Сейчас переработка в законнициативу. Да, да, да. На определение границ. На комитет. Чтобы ни по одному из участков не возникло проблем. У кого-то могут возникнуть вопросы, не заморозить ли это развитие Кирова. Нет, не заморозят. Во-первых, существует процедура изъятия земель из лесопаркового пояса, но с обязательным добавлением аналогичных по площади лесных массивов. То есть, грубо говоря, если есть нужды какие-то, если городу не встать, не взять, надо развиться в сторону какой-то определенной лесной зоны, то это действие... Строительство какое-то, не знаю, инфраструктурное. Ну, примерно, строительство линейных объектов, оно изначально разрешается. То есть, это дороги, это линии электропередачи. Все это делать можно, но с условием сохранения зеленых насаждений. А если, к примеру, мы начинаем строить обход города Кирова в важнейший инфраструктурный проект, и вдруг в зону обхода мы пока не знаем, где она будет проходить. Примерно только, предполагаем, попадают какие-то лесные массивы, то да, их можно будет исключить из лесопаркового пояса, но обязательно добавить ее другими. Территориями, на которые будет наложен режим охраны. То есть, инициатива благая. Надеемся, что Кировская область здесь, наверное, быстрее некоторых субъектов успеет принять соответствующую ЗАГ инициативу. А в ноябре в Москве состоится большое экологическое мероприятие Народного фронта. Ожидаем президента. И, возможно, Кировская область сможет в числе первых презентовать, что у нас вот эта работа уже проведена. В общем, на данном этапе вы не видите каких-то проблем людей, которые против этого резко выступают? Я вижу нашу готовность решать и готовность соответствующих структур городских и областных решать проблему по мере их поступления. Вот, к примеру, раз на совещании в городской администрации мы видим там по одному из участков проблемы. Совместно начинаем смотреть. То есть важно понять, будет определенный лаг по времени достаточно немалый, в который люди смогут ознакомиться со схемой этого зеленого пояса, посмотреть границы опубликованные, которые уже будут опубликованы, и как-то свои коррективы высказать. Остается буквально 4 минуты до конца нашего разговора. Давайте поговорим о городских вещах. Все-таки новый глава города Елена Васильевна Ковалева. Сегодня она у нас была в эфире. Да, кстати, я, наверное, некорректно поступил, когда мы говорили о новой главе Минфина, мы даже не назвали ее. Это Лариса Маковеева. Да, Лариса Маковеева. Итак, новый глава города Елена Ковалева. Скоро будет глава администрации. Вот в хороших руках город оказался. Ну, я могу сказать, что надеюсь, что в хороших, поскольку... Ну, Елена Васильевна так выглядит довольно бодро. Ну, это хорошо, это залог успеха. Здесь важно понимать, что Елена Васильевна блестящий экономист, конечно, и даже какие-то точки на биографии, которые возникли по ситуации с долгом Кировской области, они были впоследствии, в том числе и федеральным Минфином, как бы дезавуированы. Вопросы были сняты. Да, вопросы были сняты. Но вот важно понять, она блестящий экономист, специалист в сфере бюджета. Только у нас городская дума этот бюджет формирует, а вот работает с бюджетом городская администрация. Кроме того, должность председателя городской думы это должность политическая. Политика Елена Васильевна не занималась до недавнего времени. Она провела успешнейшую кампанию, конечно, заняла, по-моему, первое место по итогам среди всех округов. У нее, по-моему, самый высокий результат. Ну, боюсь соврать. Полинга совместная. Да, по-моему, это так. Но ей предстоит работать в новой для себя ипостаси. Становиться политиком, уметь балансировать интересы разных политических партий, которые представлены в городской думе и организации, которые не представлены. Общественная организация. Тот же ОНФ часто критикует деятельность городских властей и хотелось бы, чтобы к нашей критике прислушивались. Ключевая позиция, это не только позиция представителей городской думы, все же полномочия представителей городской думы по уставу города Кирова ограничены. Ключевая позиция, это позиция главы администрации. То есть пока у меня даже информации нет о том, кто может занять пост. Опять же, слухи в СМИ и в Боруссии, я-то имею возможность тем людям, которых там пробрасывают, задать вопрос, ты идешь или не идешь. Пишут там что-то, да? Поясни, пожалуйста. Да, пишут там, я задаю вопрос, слышу, ответ нет. Я этим людям верю. Очень интересно будет посмотреть на кандидатуры, которые пойдут на пост главы администрации. Хорошо, если сформируется тандем Ковалева и глава города. Глава администрации. Глава администрации, да, потому что она и глава города. Хорошо, если решения, которые будет принимать городская дума, будут реализовываться, а городская дума будет надзирать за их реализацию. Проблем в городе немало, и мне кажется, не хотелось бы возникновения ситуации, которые есть в ряде других областных центров, когда, знаете, там лебедь, рак и щука в разные стороны тянут. Есть конфликт между главой города и ситименеджером, так называемым, нельзя повторять это в городе. Но про конфигурацию городской администрации я сказать ничего не могу, поскольку даже кандидатуры и фигур нет. Я думаю, что с Александром Перескоковым Ковалевым бы сработалось, но я не уверен, что Александр Викторович будет подавать заявление и на конкурс выходить на новый срок. Не уверен в этом. Вот Михаил Курашин, вице-спикер ОЗС 5 САЗВД на прошлой неделе в нашей студии заявил, что Ковалевый и Перескоков ну вот этот тандем, который бы, возможно, успешен был. Ну, тот же Курашин заявил, что тоже не верит в движение Перескоков. Я, скажем так, разные этапы были взаимоотношений. Последние у того же УНФ с городской администрацией и последние годы, надо сказать, что отношения с Перескоковым очень конструктивные. То есть город прислушивался, начал прислушиваться и принимать критику и оперативно реагировать. Хотелось бы, чтобы это сохранилось и с новым главой администрации. Ну, примерно через месяц, да, мы узнаем имена тех, кто будет претендовать. И непосредственно уже после того, как станет известна эта персона. Да, возможно, нас ждут сюрпризы, потому что даже с выдвижения кандидатур может начаться какая-нибудь новая политическая карьера. Вдруг это будет неожиданная для нас фигура. Вдруг будут фигуры, которые даже не выиграют в конкурсе, но мы увидим и посмотрим на них в новом ключе. Ну, кстати, Елена Васильевна сегодня кое рассказала немножко о своих планах. Она планирует в том числе начать с некого анализа сферы основных городских, что там происходит. Вот услышали мы с Николаем Голиком и со ведущим о том, что по мупам будет серьезный разбор. И эта тема есть. Почему они убыточные у нас? Почему такая большая структура и не приносит дохода? В верном направлении тут мыслит Елена Васильевна. То есть вот в чем Елена Васильевна точно может показать свою силу, это в экономическом анализе расходных и доходных статей городского бюджета. Конечно, она не может напрямую указать сети-менеджеру, что ему делать. Хоть он будет сам реализовать свою городскую политику, но настойчиво проводить свою линию, вода камень точит, она сможет. Роман Титов, вице-спикер ОЗС Кировской области, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта. Завершается на этом наш разговор. Всего доброго. До свидания. Особое мнение на 101FM